Днепропетровская область 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 Весь период вегетации, это когда у него 3-4 листочка, и перед тем, как он начинает слать плетик, тогда мы еще один полив делаем, потому что если делать больше зрушения, то Кавун очень хворобливо реагирует на лишнюю вологу. Кавун – это Кавун-Скарб, так среднестилый, до 80 дней у него период вегетации, очень вкусный, крупноплодный, растет до 15 кг, насильное у него черное, крупное, это скарб. По транспортировке и по хранению он себя прекрасно чувствует, потому что он толстокорый и выдерживает длительную транспортировку. Еще один сорт у нас среднестилый, но немного раньше, чем Кавун-Скарб – это Кумак. Кавун-Скарб, он белокорый, но синий, тоже светлый, крупный, но он подделяется от всех остальных очень своей сахаристой. Такой он пористый и очень сахаристый. По сладостям 5 баллов, что скарб, что Кумак, но вкус кажется, что Кумак сладкий. Светло мы выводили специально, потому что поменялись к климатическому, в такой степени, что у нас печутся, что динь, что Кавуни, особенно темнокорые, они вянуют от высоких температур и получаются сонячные ожоги. Белокорого Кавуна вялости нет, то бишь он отражает до 50% сонячной радеации, поэтому он не вяне и не печется. Так, как печутся темнокорие. А по урожайности они фактически одинаковые, 50-55 тонн товарной продукции из гектара. И я вам скажу, что не каждый гибрид, не каждый гибрид можно дать. Если у гибридов, в среднем урожайности 40 тонн гектара, то у наших сортей даже 50-55 тонн для Кавуна. И это товарной продукции, это не имеется на увазе килограммовых, півкилограммовых. Это только товарной продукции, тих, которые от 2-2,5 кг до 15-20 кг. Двудольные сортей не так вражают бахчу, как вражают злаковые сортей. Хотя с ними очень легко бороться. Сейчас очень много препаратов и гербицидов, которые уничтожают злаковую засоренность. Их легко выращивать в этом плане. А когда вы делаете междурядку, то они все равно будут вылазить на междурядку, где чисто, и там будет расти и тень. Но я не рекомендую. Есть люди, которые говорят, что можно сиять кулесно, то есть на синий висевать соняшник, там два рядка, и потом бахчу. И когда соняшник выростаёт, мол, за счёт своей облеченности, они затеняют ковни, они не так печутся. Но тут есть другая проблема. Ворона сначала есть соняшник, а потом после жирной еды спускается вниз и бьет по-сумасшедшему ковню, потому что в бою, если вы хотите уничтожить бахчу посредством вороны, то сейте, конечно, соняшникам. Вот так вот. И это на самом деле так. И наш бич на сегодняшний день – это вороны и зайцы. Зайцы обдирают кожуру, прогрязывают, а потом попадают туда роса, або попадают туда опады, и когда он начинает загнивать, або ворона ударит своим клювом, да, пусть зила там не зила, но она пробила дырку, и опять та самая же проблема, потому что начинается загнивание плода именно отсюда. Мы раньше, я уже сказал, что применяли петарды для отпугивания, да, люди применяли воздушные пушки, которые там с периодичностью 3-7 хвилин, можно, как их настроить, она там робит плевмовый стрел. Но сейчас такое положение военное, что нельзя применять ни то, ни друге. Поэтому боремся последствием чучел, растягиваем ворона, або палки привязываем с полиэтиленом, чтобы шелестило. Ну, а другой на сегодняшний день боротьбы с ними не имеет. Это называется крышоная и любимая еда гусарских женщин. Ну, не самих женщин, а это гусари любили делать для женщин. Это исторические данные, они вырезали крышку в кавуне, потом его специальной мешалкой измельчали и заливали туда крепкие напитки. И давали полгода, чтобы они настоялись, чтобы они взяли аромат самого кавуна.